вопрос, как принимать важные решения в жизни? чем при этом руководствоваться? аналитика, интуиция или пусть идет как идет? надо ли двигать проблему или она сама должна решиться? ну, очень часто решения, важные или не важные, они являются некой частью нашей программы какое мы решение примем, зависит от того, что в нас заложено и поэтому можно сказать, что это в общем-то не особо и мы-то принимаем все эти решения но есть решения, которые задействованы по программе, а есть решения, которые идут действительно интуитивно, молниеносно и вам для этого даже особо не надо думать, не надо подкидывать монетку то есть хотите вы что-то или нет, оно у вас уже есть и вам иногда просто нужно некое подтверждение и когда вам нужно принять какое-то важное решение, вы просто спрашиваете себя очень искренне, надо вам это или нет обычно, как правило, там да, нет, другие уже варианты, когда это решение начинается, ну, как-то формироваться если да, то мы с ним работаем, с этим решением, если нет, то мы его просто отпускаем и опять-таки вот это решение в жизни, оно может идти в расхождение с нашей совестью часто и вот как раз иногда программа, она противоречит нашей совести ну, например, лежит кошелек и у многих включается программа надо взять, но очень часто, и может быть вы сами по себе такое ощущали, например, в магазин пришли и вам дали сдачу больше чем надо и вот программа иногда включается – блин, отлично, беру, привалило, но иногда что-то вот чувствуется, что нет, я не могу от этого взять вот включается совесть, и вы возвращаете кассирше эти деньги и говорите – знаете, вы ошиблись вот, кассирши вам благодарны, и у вас на душе становится очень легко, это как некий критерий вот когда вы принимаете решение, и после этого на душе становится легко, как правило, оно идет из совести а если вы приняли решение, то, что называется кошки скребут, оно бывает не совсем верно для вашей души но для вашей какой-то карьерного роста, или бизнеса, или еще чего-то, бывает, что оно как бы лучше ну, поскольку часто бизнес с духовностью не всегда связан вот в Индии, кстати, тоже, вроде они такая довольно-таки нищая страна, но часто бывает, когда там туристы уронят кошелек или телефон, индус там, который только что попрошайничал, у него две рубки, бежит с этим телефоном и отдает там, сыр вот, потеряет, то есть он понимает, что его карма ему дороже, чем вот эти там деньги или все остальное, или эти телефоны ну, конечно, тоже не всегда, поскольку сейчас и в Индии тоже уже программы включаются не всегда на совесть то есть совесть часто у нас как раз хоронится вот под этими программами, которые мы называем решениями конечно, очень хорошо руководствоваться интуицией но чтобы был ответ интуитивный, надо быть очень чутким, очень тонко настроенным и, в принципе, вот как раз мы вот этим сейчас занимаемся, вот этой тонкой настройкой ведь опять-таки, чтобы принять решение идет куча мыслей чтобы это произошло интуитивно, мысли никакие не нужны то есть ответ как бы сам на вас снисходит то, что называется да вы даже, наверное, вот обращали внимание, иногда потеряете какую-то вещь и вот думаете, где она лежит, где она лежит, или какое-то название вспоминаете и вот чем больше вы об этом думаете, тем сложнее это вспомнить а иногда надо просто полностью все выключиться, и оно само чихонь и на вас опускается, предъявляется по полной программе и потом поймите, что важные решения вроде как и вами принимаются но очень часто, особенно оглядываясь в прошлое, вы видите, что такое ощущение, что вас кто-то вел вот вам вроде хотелось одного, но причем хотелось-то мы, как правило, хотим избавиться от страданий и получить какую-то вкусняшку но вот именно часто через какое-то страдание, через какой-то дискомфорт вы получали огромные бонусы и какие-то озарения ну что вкусняшку съел, там потом или зуб заболел, или живот, а тут действительно ты вот через выход из зоны комфорта ты как бы раскрываешься, ты просто становишься шире и принять решение часто можно в зоне комфорта схлопнувшись, а можно расширившись и идти как раз в эту проблему то, что называется там страх или какие-то страдания смело тогда, как правило, это все очень быстро исчезает ну и в общем-то, ну просто по моему опыту и ощущению, что чем больше проблем, тем в общем-то интереснее потому что когда их уже нет, то это тоже такое состояние ты их начинаешь даже не то что искать, да, а вот как-то ну приглядываться к ним, думаешь, ну может быть это плохое а когда вот этого нет понимания, что тут плохого ничего нету если ты говоришь, то нет, это не плохое, это замечательно вот в воду залезть, это плохо или хорошо, да вот кто принимает решение идти купаться или нет в общем важное решение в жизни идти купаться или нет зона комфорта скажет, ни в коем случае, ты что, с ума сошел? там холодно, ты заболеешь, простудишь, умрешь, и вообще чихать тут будешь ну я так понимаю, что все, кто сейчас купается, понимают, что насколько вот вы вроде идете, и сначала ум вам говорит, аааа но когда вы оказываетесь там, вы просто таете в этой воде, просто становитесь одним целым по вашим лицам, по вашим глазам видно, когда вы купаетесь, плаваете, это просто вот дети чистые такие там могут трястись губенки или вот просто действительно такие счастливые лица поэтому вот оно ваше решение, да, из ума оно может сказать нет и пойду а вот интуитивно и на каком-то другом понятильном состоянии расширяя свою зону комфорта, вы туда идете и получаете такие подарки такое ощущение в теле и такое состояние, которое, ну, если вы не скупались, оно было бы совсем другим поэтому, как видите проблему, сразу ищите в ней, как сказать, вкусняшку тоже потому что эта проблема дается не просто так через эту проблему вы получаете огромный опыт нет если какой-то бонус, ну, это да, подарок, хорошо но когда проблемы, вы расширяетесь, развиваетесь вот тогда происходит ваша трансформация как раз благодаря этим проблемам поэтому как-то их избегать… ну, опять-таки, не то, что избегаешь, да, то есть ты ее решаешь, можно сказать или понимаешь, что это никакая вообще не проблема для многих проблема, опять-таки, залезть в холодную воду тут никакая это не проблема, если мозг дурачить надо или не поесть, да, тоже для многих проблема ну, многие из вас понимают, что не какая-то нафиг проблема наоборот, тело очищается, оздоравливается кстати, в тему оздоровления тела что бывает обостряются на отказе от еды, поскольку тело активно чистится бывает обостряются какие-то вещи вот и всякие высыпания бывают на коже но кожа – это наш такой показатель кишечника, как правило и эти высыпания просто связаны с тем, что выходят шлаки, токсины кожа у нас как бы очень близкая к лимфатической системе и всякая гадость очень быстро через нее выходит поэтому тоже вроде проблемы на самом деле нет то есть на самом деле сейчас ваша кожа очищается, тело очищается поэтому иногда в проблему, как и в страх, надо идти пока она висит, она в проблему как только ты туда пошел, она уже перестает быть проблемой то же самое со страхом пока нету действия, страх будет как только вы пошли в то действие, которое вызывает страх, он исчезает ну, это опять вот пример или иголки, или холодная вода многие из вас, наверное, ощущали, вот подходите к воде и такое… ну, можно назвать это состояние страхом, да то есть ты понимаешь, как тебе не хочется, как тебе страшно но когда ты уже ныряешь – все, страх остался на берегу проблема осталась на берегу то есть вы с ней разделились как только вы с ней разделились – все, она уже объект, который вы можете наблюдать – это уже не вы но когда вы ей поглощаетесь и остаетесь с ней один на один то есть вы как бы оказываетесь внутри ее тогда, конечно, с ней разбираться довольно-таки сложно так вот, по облегте, как и нам понадобится том, что ты думаешь, в коробочке что она вылезала, как и вы уже здесь вылезала в коробочке ингредиенты в коробочке ингредиенты не об arabEM это не оберегает